В аудитории тихо и в целом это всё напоминает сдачу ЕГЭ под камерами. Но экзамен этот называется демонстрационным. Выпускников колледжа проверяют практическими заданиями. Будь здесь токари, шумели бы токарные станки, парикмахеры работали бы ножницами. Но тут айтишники, а всё, что им нужно – компьютеры. Четверокурсник Владислав Бахматский говорит, что сложности не испытывает. Уже год он успешно трудится в компании и мечтает подняться на уровень старшего разработчика. Задачей, которыми я занимаюсь – это разработка картинки сайта, верстка, логика в браузере, чтобы всё хорошо отображалось. Участники демонстрационного экзамена получают задания, как будто они уже выпустились из учебного заведения и работают по специальности. Так проверяется уровень их обучения и готовность к трудоустройству. В качестве экспертов – потенциальные работодатели. Лучшие выпускники тут же могут получить приглашение. Демонстрационный экзамен позволяет увидеть именно выпускников в процессе работы, посмотреть на их полученные в период обучения навыки на именно рабочих кейсах. А кейсы в основном соответствуют требованиям, которые предъявляются в нашей компании, разработанные на основе рабочих кейсов, которые используют наши специалисты. Проводят демонстрационные экзамены Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный в Ростовской области в 2020 году по нацпроекту «Образование». По востребованным в регионе специальностям в нём прошли подготовку больше 13 тысяч человек. Работая с молодёжью, мы очень много времени уделяем профориентационной работе. Это и профессиональная диагностика, это профессиональные пробы, курсы обучения, это получение первой профессии, обучаясь ещё в школе. И, соответственно, дальнейшее наставничество и поддержка наших выпускников. Ну а демонстрационный экзамен в этом году сдадут 14 тысяч студентов средних специальных учебных заведений. Роксана Базазян, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.